Не едят бананы и отказываются получать свои посылки с китайских сайтов. Людей окутала паника из-за нового вируса. В соцсетях все чаще появляются фейковые новости о недуге. А люди в супермаркетах стараются держаться подальше от тех, кто в защитной маске. Мы решили сделать эксперимент и пройтись по общественным местам вот такой вот маске. Проверим реакцию людей. Надеваю респиратор, который купила на строительном рынке. В аптеках не нашла, они есть только в Днепре. И жду на остановке свой троллейбус. Решила присесть на лавочку рядом с пенсионеркой. Сначала женщина прикрыла рот и нос платком, а через пару минут отсела от меня на сантиметров 10. От греха подальше. И вот мой троллейбус. Поначалу ловлю на себе десятки взглядов. Позже некоторые пассажиры начинают в срочном порядке выходить из транспорта. В маршрутке то же самое. Одни отворачиваются или прикрываются шарфом, другие выходят. Проверяем, как прохожие реагирует на человека в респираторе. Интересуюсь у девушки который час. Время мне узнать удалось, но только девушка, увидев меня, моментально прикрылась воротником и ускорила шаг. А у этой женщины, которая сидела на скамейке и ела яблоко, я спросила, какой троллейбус довезет меня до четвертой станции фонтана. После разговора со мной она внезапно выплюнула свою еду. Быть может, яблоко оказалось невкусным. Тот же вопрос о маршруте троллейбуса я задала женщине с коляской. Та, в свою очередь, неспешно начала отходить. Среди прохожих нашлись и скептики, которые считают, что бояться людей в масках бессмысленно. Зря паникуют. Не знаю, люди странные вообще. У нас тоже маски есть, мы тоже иногда периодически катаемся в них. Люди неадекватно реагируют на это, это нехорошо. У меня нету какого-то боязни. Это выбор любого человека. Хотите, хотите в маске. Мне все равно, если честно. По словам психолога, люди подсознательно стремятся к безопасности. Это инстинкт самосохранения. Для этого строят дома, одеваются по погоде, а птицы, к примеру, вьют себе гнезда. Поэтому не мудрено, что неизведанный ранний вирус вызывает у большинства панический страх. Но не стоит горячиться. Лучше вовремя включить критическое мышление, считают эксперты. Больше четырех строчек человек уже не читает. То есть он прочитал, умерло столько-то людей. И все, ему этого достаточно для того, чтобы начать бояться. Если просто взять и почитать статистику и посмотреть, что действительно от других заболеваний и других ситуаций умирает гораздо больше людей, то оснований абсолютно нет. И еще один любопытный совет от психологов. Заболевание может вызвать даже не сам вирус, а наши переживания, страхи и беспокойства, связанные с ним. Любой стресс, любая депрессия, как вы говорите, она ведет к снижению иммунитета. Когда человек боится, у него иммунитет падает, он может заболеть. 70% заболеваний – это психосоматические. То есть ничего общего с органическими поражениями не имеет. И человек их себе придумал. Сделаем вывод. Больше прогулок на свежем воздухе, позитивных эмоций и меньше разговоров о новом вирусе. Нарина Щеглова, Юлия Польнова, Телеканал Репортер.